Уважаемые любители моих роликов и моих книг! Сегодня у нас занимательный сюжет, связанный с окончанием карантина. Ну, пока первого. Он называется «Вольноотпущенники». Для любителей римского права у нас есть такие. Значит, поясню, что это как раз те самые либертины, которые отпускал хозяин, и которые были должны платить своему патрону всю оставшуюся жизнь, а после смерти еще завершать от третьей до половины своего состояния. Что, собственно говоря, и происходит. Цены на все повысились, бензин стал дорогой, все стало, так сказать, намного почему-то дороже, несмотря на то, что денег стало как бы меньше. То есть, ну, вот в этих условиях замечательного освобождения мы, как «Вольноотпущенники», можем ответить на несколько вопросов. Дачное искусство предусматривает некоторые проблемы, как вы понимаете, а в том числе и активность барбосов. Придется с этим смириться. Значит, первое, начну с самых важных вопросов, и под собачий лай постараюсь на них ответить. Ну, в первую очередь, конечно, важнейший. Кладу ли я сахар в варенье? Сахар в варенье я не кладу. Вместо него в очень небольших количествах я кладу мед. Второе. Синяя ваза, которая стояла у меня на столе и заинтересовала зрителей, это ваза из гуся хрустального. Это гусь хрустальный, такие производят прекрасные произведения искусства. Ну, а теперь перейдем к более занимательным вопросам, которые как бы уже заглядывают вглубь науки. Мне кажется, что они не без интереса. Ну, например, про научные публикации у меня спрашивает слушатель. А вы сами-то как в рамках этого дела? Да, потому что если я буду не в рамках этого самого дела под названием Академии наук, то, пожалуй, что мне придется до конца своих дней питаться плодами своего огорода, как урфинжуса в знаменитой истории Волкова для детей, урфинжуса и его деревянные солдаты. Потому что, к сожалению, система, которую построили в настоящее время наши чуткие руководители, не предусматривает научной самостоятельности, которая бы, а суть, могла осуществляться бесконтрольно. Таким образом, да, приходится отдавать дань. Ну, как всегда, как в советские времена. До конца рабочего дня, с утра, ты занимаешься всякой чушью собачьей, которая явно умрет. И ты это увидишь. Я это видел уже много десятков раз. Ну, которая нужна чиновникам для отчетности, потому что они осваивают так деньги. А вечером ты занимаешься тем, что дает пользу человечеству. Ну, и тебе интересно. К сожалению, так наука устроена почти во всем мире. Ей могут заниматься только состоятельные люди. Или кому повезло и кого финансово поддерживают. К сожалению, у меня такой возможности нет. Значит, есть еще странный вопрос очень. Чем плоха административно-командная система? Как чем плоха? Потому что уровень жизни падает уже шесть лет подряд. И никогда не рос за счет разумного использования денег и организации, соответственно, государства. Он рос только на диких деньгах, которые появляются, там, от высоких цен на нефть, газ или еще чего-то. Поэтому и плоха. Потому что она не предусматривает систему саморазвития, которая характерна для биологических процессов. А раз так, то она тупиковая, она поэтому и меняется все время революциями. А это всегда очень больно. Поэтому лучше избегать таких процессов. Есть вопрос очень такой по делу. Вот если взрослый человек, такой мифический вопрос. Если взрослый человек без чувств совсем, ну, родился слепой, глухой, немой. Если ему технически вживят все необходимые системы органов, будет ли он, значит, соответственно, обладать рассудком? Ну, такой вопрос непраздный. К сожалению, все зависит от его возраста. Дело в том, что нейроны неиспользуемые, как я вам многократно в своих книгах пишу, которые такое впечатление, что никто не читает, они, собственно говоря, зависят от кровоснабжения. И если кровоснабжение падает, а если орган не используется никогда, то, естественно, оно очень низкое, то эти сосуды запустеваются, склерозируются, то есть вот окклюзия. И, конечно, что-то, какие-то чувства там появятся, если там до 30 лет. Но в целом, конечно, полное восстановление будет вряд ли возможно. И рассчитывать на высокое сознание и рассудок, хотя бы как у полиграфа полиграфовича Шарикова, не приходится. К сожалению, мозг обычно гибнет за счет нарушения кровотока и гибнет необратимо. Значит, дальше. Меня говорят, что вот Илон Маск, он показал всем Кузькину мать, а я называл его авантюристом, абсолютно подтверждаю свою точку зрения. Он авантюрист. Почему? Потому что, собственно говоря, он технику молодежи реализует, просто он делает. Понимаете, если не воровать деньги, а просто делать, даже понемножку, даже такие реализовывать примитивные идеи, как которые публиковались подрабатывающими инженерами в технике молодежи, 40 лет назад из этого будет произрастать что-то. Нельзя все время оперировать словами и мелким вростом казенных денег. Нужно что-то делать. И даже такой примитивный человек, как Илон Маск, умудрился, используя, в общем-то, антикварный подход к этому делу, сделать штуку, которая работает. Там у нее масса недостатков, но она работает. Ну, потому что она работала, ее надо делать. Вот у нас проблема в основном с тем, что говорят много, а делают почти ничего. А если она начинает что-то делать, то вдруг выясняет, что это стоят какие-то астрономические деньги. Поэтому Илон Маск – это образец не интеллекта, а это образец организованного подхода к этому делу, который взял казенные деньги, но смог из них что-то сделать, не позволив украсть по дороге. Молодец. В этом отношении у меня к нему претензий нет. Претензий к тем, что в голове у него ничего нет, кроме архаичных подходов. Значит, дальше. Есть еще много всяких интересных вопросов. Все спрашивают про Кирилла Прокопова, который исполняет музыку в моих маленьких роликах. Это абсолютно гениальный пианист, прекрасно владеющий как роялем, так и клавесином, что очень сложно. Но, к сожалению, своего клавесина, своего рояля у него нет, потому что он, как всякий талантливый человек, сильно нуждается в средствах. Поэтому он играет где придется. Какие записи будут появляться на его сайте. Вот послушайте фрагмент его музыки. Посмотрите за руками. В каком они состоянии. У бездельников таких рук не бывает. Субтитры подогнал «Симон» А теперь внизу под картинкой появится небольшая ссылочка на его сайт, где будут размещаться в будущем различные произведения. Забегая вперед, могу сказать, что готовится очень большой интересный проект с большим концертом, на который я вас приглашу, когда он будет подготовлен для предъявления почтенной публики. Ну и под занавес несколько таких детских вопросов. Чем компьютерные мальчики лучше старых комсомольцев? Такое впечатление, что вы не слушаете моих роликов. Прислушивайтесь все-таки. Важно их не просто прослушать, а как-то, чтобы они застряли, не влетая в однух и вылетая в другое, так, со скоростью света. Дело в том, что я все время говорю об этом. К сожалению, меняется конструкция мозга. У нас новые поколения. Компьютерные мальчики – это те, кто смог по везению судьбы, родителей и всего остального получить такую конструкцию мозга, которая позволяет им заниматься их ремеслом. Это отобранные люди. Уже прошел церебральный сортинг по их способностям. Это другое поколение. Если у старших комсомольцев основная задача была эта форма языка, которой было надо лизать кое-чего старшим товарищам, умело, своевременно и тщательно, то здесь совсем другое. От людей нужен результат. Соответственно, другие мозги. Именно этим они отличаются от источника потенциальной колбасы. Здесь даже нечего спрашивать, если вы их читали хоть одну мою книжку. Ну и дальше такой вопрос с легким возмущением, что поиск талантов начат в СССР. Поиск начинали много раз, и не только в СССР. Еще с Древней Греции. Да все неудачно. Потому что нельзя отбирать женщин по длине ноха молочным железом и дружелюбному интерфейсу. А мальчиков по мускулистым телам и строгим взглядам. Нужно что-то, чтобы было в голове. Именно поэтому, из-за того, что отбор идет по опросникам, всяким IQ и прочим глупостям, туда попадают наиболее изощренные имитаторы, обманщики, мелкие жулики, которые потом используются полученным местом в своих целях, собирают вокруг себя точно таких же никчемных людей. У нас в стране это привело к уничтожению за последние 30 лет большей части науки. Да и техники. То есть, к сожалению, это очень дорого нам обходится. Поэтому поиск талантов нужно для того, чтобы его начинать, нужно иметь инструмент. Психология, психоанализ и всякие цифровые индексы, чьи по IQ полностью провалились. Поэтому никакого смысла их использовать нет. Поэтому, что этот поиск был, что этого поиска нет, никакого значения не имеет. Поэтому нужно подбирать, как я предлагаю, тот же самый церебральный сортинг, построенный на высоко разрешающем томографе, на реальном определении способности. Но этого не будет, потому что те, кто этими способностями не обладает, но сидит очень высоко, очень боятся этой технологии. Поэтому она и не развивается. Но будем надеяться и воспользуемся вольноотпущенник, как вольноотпущенники, неожиданно свалившиеся на нашу голову свободой. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok